Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня стало известно о том, что в Государственной Думе предложили снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. Значит, вот что пишут. В России лучше снизить минимальный первый взнос по семейной ипотеке с 15 до 10 процентов, уверен депутат Госдумы от фракции Единой России Александр Якубовский. По его мнению, стоит также увеличить максимальную сумму кредитования. Это необходимо, учитывая рост стоимости жилья. В связи с этим можно увеличить сумму кредита в регионах с 6 миллионов рублей до 8 миллионов. Об этом он сказал в ходе круглого стола, организованного в Единой России по мерам поддержки многодетных семей. Это имеется в виду семейная ипотека, где ограничена сумма кредита для получения, я так понимаю, льготной ипотеки. Значит, Якубовский подчеркнул, что в Новой Москве новостройки подорожали на треть, а в среднем в регионах жилье на первичном рынке подорожало более чем на 10 процентов. На вторичном рынке оно стало дороже на 16 процентов. Друзья, это очень серьезное подорожание на самом деле. По оценкам Росстата реальные доходы граждан за 2020 год сократились на 3,5 процента. Ну, Росстат скажет то, что нужно, а значит, что можно сказать? Стоимость жилья дорожает не по дням и по часам, да? То есть, значит, жилье дорожает, стоимость растет не по дням и по часам, а реальные доходы населения вниз стремятся. В таких условиях, естественно, людям все сложнее выплачивать ипотеку, не говоря уже о том, чтобы в принципе ее взять. Значит, в нашем современном мире сейчас при отсутствии, например, поддержки со стороны родителей, если это совсем молодая семья, родственников, накоплений, накопления тоже нужно на какой-то хорошей должности, да, находиться, приобрести квартиру можно только с помощью, получается, ипотеки. Потому что накопить деньги для того, чтобы приобрести квартиру крайне сложно, нужно, я не знаю, сколько копить. Поэтому люди прибегают к естественной ипотеке. И, друзья, я что хочу сказать? Вот депутат озаботился вопросом снизить минимальный первый взнос по семейной ипотеке и увеличить максимальную сумму кредитования. Значит, мне кажется, более правильно, это мое субъективно оценочное мнение, может быть, вы согласитесь со мной, напишите просто в комментариях, наверняка у вас есть дети, которые решали же личный вопрос, вы наверняка решаете же личный вопрос, а может быть, если вы более старшего поколения люди, вы решали же личные вопросы, напишите, как это было раньше. Это очень вопрос, на самом деле, важный и сложный. И, как мне кажется, было бы правильно не говорить о том, о чем говорит депутат, а говорить о том, как сделать так, чтобы цены на жилье не росли такими астрономическими, значит, таким астрономическим образом. Понимаете, цены растут просто катастрофически. В Новой Москве, он сам говорит, депутат, новостройки подорожали на треть, на треть, а в среднем, значит, на вторичном рынке, значит, стало дороже на 16%, на 16%, это, значит, по регионам, а на первичном на 10%, то есть, условно говоря, квартира стоит 5 миллионов рублей, 10% на 500 тысяч, представляете такой рост? А на треть? То есть, нужно говорить о том, как выстроить механизм таким образом, чтобы цены на жилье, они не росли такими фантастическими темпами. И вместе с тем, обеспечить рост реальных доходов населения. Вот, что нужно о чем говорить. Понимаете, пока вся система выстроена таким образом, что реальные доходы населения снижаются, а цены продолжают расти, хоть что делаете? Увеличиваете, я не знаю, на... Можно кредит сделать 200 лет, 200 лет, пусть платят правнуки, понимаете? Снести, чтобы вы доплачивали, они берут ипотеку, не 10%, а вы еще доплачиваете им, они все равно останутся должны. Вы прекрасно понимаете, ипотеку берешь, сначала платишь что? Проценты, проценты. Поэтому, когда сравнивать с загнивающим Западом, особенно с Америкой, там ипотечный кредит, это абсолютно другая вещь. Люди живут в кредит постоянно, у них все в кредит. Понимаете, вот у меня товарищ живет в Америке, у них все в кредит. Дом в кредит, машина в кредит, вторая машина в кредит. И ставки, вот, что называется, ежемесячные платежи, да, у них называется платить по счетам. Приходит пачечка, открываешь это от каждого банка, счет, соответственно, в месяц вот ты должен такую сумму заплатить. Это за дом, за две машины, например, там, за это, за это, на учебу, на все, на все. Но, тем не менее, эта сумма от общего дохода, она совершенно небольшая. Она позволяет это все делать и пользоваться этим. У нас, если ты взял ипотеку, все. Все, это, это, это невозможно жить. Почему? Потому что ты загоняешь себя в кабалу, какого характера? На работе что-то не так, вдруг, не дай бог, как будем платить? Если что-то случится, сумма платежа такова, что негде взять деньги просто. Устроиться на работу быстро не получается. Банк тут же начинает, давай скорее, значит, плати, гаси. Понимаете? И вот в этих условиях, когда говорят о том, что рождаемость, понимаете, здесь очень все взаимосвязано. Женщина, молодая девушка, женщина, вот когда у них первенец в молодой семье, они должны быть уверены, что это жилье, да, а его никто не заберет. Платеж по ипотеке должен быть таким, чтобы у нас система по-другому выстроена. Да, нельзя сравнивать с Америкой, да. Но тем не менее, тем не менее, кто мешает ее выстраивать так, чтобы, когда, знаете, говорят, у нас все по-другому, а кто мешает делать так, как нужно? Поэтому, когда, знаете, я читаю такие новости, что предложили снизить платеж и так далее, еще раз скажу, с моей точки зрения, основным, можно хоть сколько угодно долго это обсуждать, является первое остановить рост цен на жилье. Это первое и самое главное. Сейчас смотришь, там люди переезжают, вот молодежь старается переехать в большие города. Сейчас уже и в маленьких городах цены на жилье, они никак не соизмеримы с заработной платой. Они должны быть хоть как-то, хоть как-то соизмеримы. Понимаете, если, значит, в небольшом городе человек получает условно, говорят, 30 тысяч рублей, да, а квартира стоит 2, там, с половиной миллиона, например, или в большом городе он получает 50, 55, а квартира стоит 5 миллионов. Как ее купить? Как ее купить вообще? Ипотека только. Банк будет зарабатывать, знаете, то есть все, что делается, это, грубо говоря, значит, просто отъем денег у людей, я так считаю. Потому что, первое, остановить цены на рост цены на жилье. Второе, почему он, этот рост, есть? Строится огромное количество жилья, огромное количество. Почему квадратный метр, вот, стоит столько? Почему нельзя зафиксировать стоимость квадратного метра на определенной величине? Почему, если это, например, более дешевое социальное жилье, да, то там не будет никакой инфраструктуры? Если здесь за деньги сделано, сделают все красиво. Подземная парковочка, детская площадочка для ребенка, школа, сад, все. Там подешевле, ничего не будет вообще. Вы понимаете, это системная, системная проблема. И, как мне кажется, еще раз скажу, первое, остановить цены на жилье. Второе, разобраться, почему это все происходит. Почему все это происходит, связано с формированием цен. Третье, это реальные доходы населения. Четвертое, это ипотека. Льготную ипотеку сделали, очень удобно. Это хорошая мера поддержки в пандемию. Сейчас заговорили о том, что ее собираются отменять. Огромное количество семей воспользовалось ипотекой. По-моему, сколько там? 6,5% или 5,5%. Естественно, конечно, такую процентовку сложно представить. Обычно там 9, примерно 10, 11%. Примерно так. Поэтому без вот этой системной работы и системного подхода ничего невозможно изменить. Ничего невозможно изменить. А молодые семьи или люди без квартир, что такое квартира? Квартира – это крепость. Это человек, все, он, грубо говоря, определился, что называется. Раньше специалистов звали, например, у меня вот живет товарищ. Ну, как товарищ, ему глубоко уже. Он пенсионер, но мы с ним так по-товарищески общаемся. Значит, его в свое время пригласили, значит, из региона, в Подмосковье там. И он поехал только при одном условии, он рассказывает. В советское время еще. Дадут квартиру. Сначала приехал, жил в общежитии, потом дали квартиру. Одну сначала маленькую, потом побольше дали. Понимаете? То есть, раньше можно много ругать, в советское время было очень много нехорошего. Но люди получали квартиры, люди лечились. Люди учились, понимаете? И вузы были лучшими в мире, люди приезжали. Сейчас специалисты, куда ни глянь, окончил советский вуз. А сейчас что? Если человек не может, проживая в стране, приобрести себе жилье, обеспечить семью квартирой, фактически это на съеме жить или еще что-то, это базис, это основа, основа основ. Нельзя говорить ни о рождаемости, они не будут этого делать, на съеме сидеть с ребенком. Ни о качестве жизни о каком-то, ни о мыслях у человека о каком-то, не знаю, спорте, развитии, еще чем-то. Нет, это базис. Поэтому я считаю, что государство должно обратить самое пристальное внимание именно на возможность не обеспечения только военных жильем, а возможность людей приобрести квартиру в нашей стране, в которой человек может проживать. У нас граждане нашей страны не могут в нашей стране приобрести себе жилье нормально. Еще раз скажу, зарплата 30-50, квартира 5-6 миллионов стоит. Можно ее приобрести? Я уже не говорю о Москве, вообще помолчу. 8, 10, 12. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Пишите ваши комментарии. Всем пока, до встречи.